с Серёгой. Здравствуйте. Как ты, дорогой? Нормально, это Макс. Это Серёга. Крутят. У нас директора индуса, ебаный. Ты здесь работаешь? Да. Интересно. Так они тебя из Индии пригласили? Да ебать, пригласили. Нет, просто нашёл. Оказалось, что они индусы. Как говорится, мама Индия подстеливает. Тихонечко. Либо индусы устроят, либо китайцы. Одно из двух. Индусов тут много чего. Мы тогда по Волкинг-стрит ходили. Привет, привет. Ты такой приехал или ты уже здесь пришел? Нет, я здесь на стиле. Я так и подумал, да. Классно здесь. Там мы пойдём по Волкинг-стриту, с Катюхой гуляем и встречаем эту девочку, которая сидит на корыте, где её сбивают мячиками. Я такой думаю, кто играет в этот аттракцион унижения? А какие испытывают эмоции те люди, которые кидают этот шар? Ну, типа, для чего это? Понять я пытаюсь, знаешь? Ну ладно, ты забиваешь 25 мячей и тебе какая-нибудь игрушка достаётся. Вот тут живого человека, блядь, в какую-то хуйню, даже не в кипящее масло. И смотрю у него ролик. Я говорю, ну, Мухита, ну ты же, блядь, светлый человек. Зачем ты взял? И ещё с такой варварской силой, ты видел, кидал? А что ты не делал? Он подошёл вот так вот и зашвынул в неё, махуя, и, блядь, со второго... Тогда было сразу в неё кидать, да? Я ещё такой, ну как ты можешь так делать? Это же неправильно, блядь. Ага! Не, ну ладно, простительно, я понимаю... Наверное, для ролика было. Ты горел весь, я так понял, ты во всём белом, в этих красных такой, и прям, надо, блядь, всё. Не, я просто снимал, как другие люди кидают, и Макс такой, ну типа, давай, этот Киевик. А, подстрекать, блядь, хочу, да? Я такой был. Ну да. Всё, нормальный ролик получился. Я не говорю, что он плохой получился. Я просто именно от этого аттракциона думаю, кто что испытывает и для чего он. Кто на кого работает, да, и зачем? Чё, как бы с тобой, что с тобой? Да ничего, шоркнулся там, на скутере. Втроём ехали. В Мундуске? Да, в этом, в Гуашке. Чё, давай немного расскажем этот. Расскажи, что это тут, почему, зачем это здесь? Чё? Как почему? Ну, конечно. Да, ребят, то есть мы сейчас находимся в Таиланде. А? Я только с Индией, братан, приехал, я же знаю все эти темы. Так, а шо это? Хануман, Ганеш и Тримурфи. Интересно. Что ты говоришь? Два с половиной миллиона? Два с половиной миллиона. Два с половиной миллиона, два пятьсот пятьдесят. Сколько это, 26 квадрат. Тут хаусы хорошие по тридцать миллионам. Вот это нормальное дело. Погоди, а как иностранцу купить? Иностранцу можно купить? Да, конечно. На каких условиях? В смысле, на каких условиях? Ну, типа, я могу сдавать там, продавать, все что хочешь? А как деньги заводить сюда? Ой, тут очень много тайских схем. Я слышал через банк. Ну, проще, конечно, сейчас можно переводить, по-моему, уже, нет? Сейчас, по-моему, Тиньков разрешил? Тиньков, да. Такие суммы? Ну, вот, пожалуйста. Я через Байбит все делаю? Конечно, мы все тоже так все занимаемся. А это что, твое рабочее место? Да. Может здесь... А, ты хочешь со мной прогуляться, типа, куда-то? Ну, покажи, ты смотри. Погнали. А это что, расскажи? Давай, проверю, вообще, камера снимает? Да. Или, может, на айфон тебя снять? Снять теперь айфон. Снять теперь айфон. Айфон лучше? Ну да, чем эта камера, он лучше. Сто пудово. Ну, камера как айфоненькая. Да, но там качество не такое классно, конечно. Которые в данный момент продаются. Это Б и С здание. На крыше данного здания 26, 27, 28 этаж. Три этажа развлекательных всяких зон. Это спортзалы, кинотеатр, джакузи, рестораны, сигарные комнаты, винные комнаты, детские комнаты, взрослые комнаты, йога-центр, спортзал. Ну, в общем, все-все-все. Три с половиной тысяч квадратов различных-различных фасилитов, удобств, так сказать. 25 жилых этажей. По краям находятся двухкомнатные квартиры. Здесь, и здесь, и здесь, и здесь. Здесь увеличенные за счет низкого балкона большого. Здесь находятся студии и однокомнатные квартиры. Внизу у нас будет представлена зона для загара. Здесь бассейн. Здесь Лэйзи Ривер, где по течению можно на кругах кататься. Здесь искусственная волна. Здесь водопад. И здесь будет у нас зона барбекю. Также представлен небольшой еще клабхаус в данном месте. На крышах всех зданий у нас будут сады. И, собственно, все. Парковки составляют всего 1500 юнитов здесь. И парковки до 30% 500 юнитов на паркинг. Паркинг будет по кругу находиться. А сколько уже купила квартир тут людей? Кто покупатель? Сколько точечек? Желтый, да? Ага. Прикольно. Это в одном из зданий только вот в этом. Сначала у нас открыто на вот это здание. Что у вас с Леди Бой работает? Нет. Вот здесь у нас все еще понимают их слова, так что попроще. Сначала эта продажа открыта, потом эта открыта. И вот это еще пока не продаются. Здесь самые маленькие квартиры по 24 квадрата всего. Да, они стремные, да, ну такие. Ну, сейчас по сравнению с теми. А ты прям экскурсию решил устроить? Да. Что у вас делать? Сидит что-то. Ты расскажи, как ты эту работу нашел? Ну, везде писал, везде звонил ребятам, попросил, что если будут какие-то варианты, чтобы они отбивали. И потом мне писала женщина, что типа требуется русский персонал. Ого! Типа специально для русских, да? Да, да, да. Ты уже продал хоть одну квартиру? Ну, не то чтобы продал, но есть покупатели. И какой процент тебе будет с этого, если ты продашь какую-нибудь квартиру? Ну, так, примерно. Если просто с улицы заходят, то всего 2%. А если от Тангерска лучше, то там будет выглядеть квартира. 26 квадратных метров студия. Студия Type-C S. Square Meters 26. Ну, хоть не Square Fit пишет, да? Как в Индии. Так вот, у Макса такая же. Я что, у Макса в гостях, у него прям точно такая же квадратура. Только там еще балкон. Ну, вот балкон. Вот прям пульная. Ну, так же все мобилировано идет. То есть, уже совсем-всем-всем. Хотя вот здесь еще шкаф у него стоит, типа. Поэтому пространство поменьше. Вот так у него где-то. А так все то же самое. У нас сейчас в этом проекте новые планировки. Потому что, ну, другие ходят так же по самым. В принципе, что вы сделали у нас с участников? Клоградных. Сиди, не разгуляешься. Да. Да. А что? Чтобы сдавать и... А для чего люди квартиры здесь покупают? Вот европейцы, например. Чтобы на зимовку приезжать и сдавать. Ну, европейцы старые, они прикольно все на пенсионных визах. Да, мне вот сказал же, Мак. 13 месяцев. Что есть такая виза, типа на 50 лет ты можешь ее открыть. Пенсионная называется. Да. Тридцать четыре квадратства на одну. Одна комната. Но тут уже все хорошо. А это что? Одна комната. А, так там вон еще четыре. Да, да. Одна комната. Это полная? Это полная? Да, да. Одна комната. Да, да, да. Красава. Тут еще очень кайфово. Сделано то, что видишь, какая зона есть. То есть, девочки вы на отдыху, хоп, она села, припудрилась. То есть, ей не надо переносить все вещи сюда. На окон. Это вообще кайф. Да, очень удобно попланировать. Есть еще двушки, но двушки представлены в здании. В здание мы уже сегодня не попадем, поэтому в следующий раз мы можем подняться на крышу. Снимешь видок. Тут такой вид. Вообще. Угу. На всю Паттайону. Всю. То есть, если в пляжной линии у тебя высотки есть красивые, ты на море смотришь, да? Вечер начался. Все. Маганки потухли. Эти нифига не видно. То есть, здесь ты сидишь у тебя весь центр, весь джанкен, весь потамнак. Все светится. А ты был на каких-то других проектах, объектах? Не, которые вот здесь в стройке есть? Когда искал работу? Когда искал работу? Да. Офигеть. А почему ты именно на продажу пошел, а не на риэлторство? Есть же риэлторство, да, наверное? Есть. Чем тебя привлекло вот эта вот продажа? Типа то, что официалка тут есть? Есть официалка. Есть оплат. И вот это сыграло роль. А, типа, а дальше уже процентов продаж пойдет? Если он будет вообще, да? Ну, он и так есть. То есть, тут еще есть оплат. Ну, типа надо же продать. Сколько месяцев тут уже? Один. Первый? Или второй уже? Сейчас пошел второй. Ага. И что зарплата у тебя? Двадцать. Тысяч бат? Да. А, ну вот, чисто хату оплатить, да, ты говоришь? Да. Зарану. Иди поезд. Ну, здесь они ничего не предоставляют тебе. Смысл? Ну, квартиру там у них нет такого понятия. Если ты в Индии, знаешь, работаешь, они же тебе квартиру могут. Слушай, ну, прикольная беседа у нас состоялась. Интервью такое с Серегой. Серегу, помните, мы с ним на ивенте познакомились в Индии? Вот он. Индийский движ. А почему ты из Индии уехал, расскажи? Ты надоело там? Я, короче, да. Мы что-то немножко подустали от индийского менталитета. А в основном от гуанского индийского менталитета. И мы решили... Мы еще до локдауна уже хотели съехать сюда. И... Три года. Сколько? Три года прошло. Да. И мы собирались до локдауна. Уже все. Мы уже билеты посмотрели. И как раз начался локдаун. И мы поэтому не смогли переехать. Мы при этом еще и сдержались в Индии. Мы же туда ездили периодически. С Индии заранее просто сюда ездили. То есть на несколько месяцев. По пять, по четыре месяца мы здесь жили. Помимо от Индии. Ну, не так часто. Мы, может, туда раза четыре приезжали. На месяц. На неделю. На три месяца. На четыре месяца. Ну, вот так именно было. Угу. И... Немножко решили поменять нашу прекрасную деревню. С нашим чудесным... Как можно сделать? О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Русские риэлторы из агентства недвижимости привели покупателей. Которые мне надо... Привет! Да. Вы настройку сможете? Настройку уже нет. Да. То, что я что-то не подумала. Да. Ну, ладно. Ну, если тебе не пришло, то... Ну, если тебе лазер тут. Да. 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 Бессиллер. Я здесь для того, чтобы заключать объявление официально. То есть по документации. Заполняю документы. Вот сейчас пришел агент, она показывает, раскаливает. Это ваш агент? Нет. Нет. Это все, любые агенты, которые здесь... Любые, кто работает за вот эти два процента, да, типа? Нет. У них другие совершенно проценты. Смотри. мы, застройщик компании, вы продаете чисто вот. Начало всего-всего. Помимо здесь есть Real Estate, слышал? Real Estate, это агентство недвижимости. Вот как у нас риэлторы в России, так и здесь Real Estate. Кто проводит сделку? Тоже документы они заполняют? Мы все заполняем. Они просто находят клиента. Они поддельтуют варианты для клиента. Вот тебе, например, нужна квартира? Ты такой, у меня здесь 6 миллионов бат, мне нужна такая-то квадратура, хочу, чтобы был вид такой-то, и он тебе накидывает разные проекты, с которыми он сотрудничает. То есть, чтобы с этими проектами сотрудничать, надо иметь свою компанию официально зарегистрированную в Таиланде. Они приезжают к нам со своей бумагами о своей компании, номер счетом, мы подписываем с ними договор, и они нам приводят, собственно говоря, покупать. А они уже работают с Россией, с Украиной, с Болгарией, без разницы. С кем они работают? То есть, они находят клиентов. То есть, и приводят к нам сюда. То есть, в принципе, ну вот, как сюда может человек с улицы вообще зайти, понимаешь? Ну как? Вот он здесь шел, зашел, что ли? Ну, типа, это очень маленькие вероятности. То есть, если ты когда-то где-то покупал у нас объект какой-то, например, ты знаешь о нашей компании, ты можешь там, типа, через сайт подписать там Seven Seas на карнавале, Seven Seas, традут, да, и найти, какие у нас еще объекты есть. А человек, который не знает, он куда идет? Он идет в агентство недвижимости, и они уже ему... Они же тоже не берут абсолютно никакие деньги за свои услуги. И им платит наш застройщик. То есть, и у них 8% от стоимости объекта. Ну, то есть, поинтереснее, да, по-своему? Ну, да, ну нет уже оклада и все такое. Слушай, ну ты можешь что-нибудь подписчикам сказать, если хочешь. Приходите, покупайте. Буду рад вам помочь найти достойную квартиру. Не обязательно здесь, возможно, во всей-всей Паттере. Ну да, у тебя сейчас опыт будет, как раз. Прикольно, да? Есть. Серега Шарит в месяц поработал, а вы пишите в комментарии, покупали ли вы жилье, недвижимость за границей. Если да, то где? Потому что, мне кажется, ну, во Вьетнаме тоже классные цены, там в том же Нячанге. Сколько, 30 тысяч долларов там цены были. Возможно, ну, Вьетнам немножко по-другому, видишь. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, и здесь еще много плюсов того, что здесь все развлечения есть. В Вьетнаме не так же много развлечений. А здесь для всех-всех-всех. Те, кто хочет потратить денежку, а те, кто хочет просто потусить, или просто побухать, или попурить, или еще что-либо. А сейчас все король думает, ну, ходит салу, что король плавирует, в течение 5 лет здесь и горную зону, ну, это эпич казино. И когда это все произойдет, соответственно, здесь вся недвижка залетит еще больше в цене. Потому что все китайцы едут в Камбоджу, у них там есть казино, и они там знают, как отмывать денежку, так сказать, у них там все налажено. И после этого они едут сюда, что делают, покупают квартиры, отдыхают, веселятся и все остальное. И вот я так понимаю, что король хочет именовать Камбоджу. Как короля зовут? Кстати, здесь не президент в Таиланде, а король. Давайте я сейчас даже не скажу. Король. Рама 10, я знаю. Как зовут его, это вот, как с названием Таиланда для местных, когда песня, знаешь, там из 33 слов. Знаешь, как название Таиланда, настоящее? Нет. Ладно, с вами был Серега из Паттайи. Вот, если что, обращайтесь. А так вообще, вот эту квартиру можно будет сдавать, ну, типа для иностранцев? Типа втихаря? Нет. Все это твоя квартира хочешь сдавать? Ты просто, опять же, хочешь сам сдавать? Ну, типа, нет никаких проблем, да, условий каких-то. Купил все и твое? Да. И, а какую визу дают, если ты купил недвижимость? Ее ничего не дают. Просто, да, ничего не дают. Квартира есть, пожалуйста. По этой, по туристической приезжай, как хочешь, туда добирайся, да? А сжать могут ее? Квартиру? Как? Не знаю. Не, а зашучно. Тут же можно еще на тайской квартире покупать, то есть, ты оформляешь квартиру, к эту компанию себе, на эту компанию покупаешь квартиру. Но это для тех, кто не хочет светить, что в России он здесь имеет квартиру, чтобы он что-нибудь не видно было, когда он открывает здесь компанию. Эта компания... А когда сдача будет объекта? Июнь 25-го года. Через полтора. Ого! Июнь. На днюху. Что, давайте скинемся все. Ну вот, зачем маг? Скинемся все на квартиру. Подписчики, сюда деньги скидывайте. Вот здесь вот будет такая плашка. Да, ну мне не хватает там пару миллионов. Ну ладно. Жесть. Ладно, что, увидимся. Если вам было интересно, пишите в комментарии, вот, Серега, подписывайтесь. От души, что рассказал. Что-то новенькое, русских мы еще не видели в Таиланде. Продавали квартиры, что покажем. Покажем вам. И завтра, может, придем туда еще. Двух комнатной покажем. Заговорят, да, да. Завтра мы накрышем, поднимемся, посмотрим вид. Шикарный, обзорный вид. А пока мы будем показать, как это все будет. Ну, в принципе, здесь, конечно, даже видеть. Ну, здесь мало, что видно. Давай, покажу тебе каталог. Вид зачетный. Смокинг-рум. Слушай, тут смокинг-рум чего только стоит. Да, да, это такая сигнал будет. Бильярдная. Блин, да тут кайф. Что мы в Индии тогда делаем? Не, однозначно здесь можно жить. Насколько нужно зарабатывать, чтобы здесь жить, как вы думаете? Это же вообще кайф. Кондоминиум Максима тоже неплохой, но здесь типа поинтереснее. Как вы думаете? И таких мест тут завались, я думаю.